Здравствуйте! На момент записи этой экстренной передачи, а это 22 часа, достоверной информации еще не было. Был Пригожин на борту сбитого или разбившегося самолета в Тверской области? Был ли Уткин? Информация очень противоречивая. Непонятно, что стало причиной крушения. Кто-то говорит о теракте на борту, кто-то о ударе ракеты чуть ли не С-400, о чем говорят западные источники. Сразу вспоминаются события двухмесячной давности, ведь мы так и не получили ответа на вопрос, кто давал приказ бомбить колонны Пригожина, а до этого его лагеря, что собственно и спровоцировало мятеж. Ведь за это никто не ответил, а погибли летчики. Непонятно также, как связано или не связано вчерашнее отстранение генерала Суровикина от должности командующего ВКС и вчерашняя трагедия. Кстати, напомним, что не только Суровикин. В прошлой передаче мы говорили о том, что руководство Минобороны вывело за штат целый ряд высших офицеров ГРУ. И это тоже, как представляется, не случайно. Ну и самое главное, как связаны вчерашние вечерние события и визиты Брамовича в Кремль и Минобороны на Фрундельскую набережную? Почему нас и всю страну так волнуют все эти вопросы? Только ли потому, что по данным Пригожинских телеграм-каналов, у руководства ЧВК «Вагнер» существовал некий план на случай убийства руководства, и что этот план вполне может быть приведен в действие? Не поэтому ли вчера вечером на Фрундельскую набережную пригнали большое количество спецназа, чтобы охранять руководство Минобороны? Но дело, конечно, не только в планах мифических или реальных. Дело в настроениях. Такое впечатление, что мы сейчас находимся в состоянии государственного переворота. Именно такое же состояние было у нас ровно два месяца назад, 24 июня. И оно было также связано с фамилией Пригожина. Ведь заметьте, когда в мае украинские беспилотники атаковали Кремль, никто из нашей элиты не побежал. Также они не побежали после ударов по Рублевке. А вот рейд «Вагнеров» напугал их до смерти. И огромная часть нашей политноменклатуры дернула из страны, бросив президента, народ и армию. А потом они вернулись и устроили свой либеральный реванш во всех направлениях сразу. И то, что мы сейчас наблюдаем от финансовой сферы с беспределом Набиулиной, с цифровыми рублями, до миграционного беспредела, до возвращения всяких инагентов, Моргенштернов и подобных, это и есть результат торжества тех сил, которые решили, что они уже победили. Кстати, если говорить о контексте вчерашних событий, накануне Минфин анонсировал разблокирование целого ряда арестованных ранее западных активов. Ну, естественно, под предлогом обмена на арестованные российские активы. Так что дело совсем не в личности Пригожина, которая была и остается более чем противоречивой. И дело даже не в тех стратегических вопросах, которые на него были завязаны. В частности, помощь тому же африканскому континенту, в частности, Нигеру. Дело в том, что в обществе накопилось огромное количество неразрешаемых вопросов, начиная от цели СВО и снабжения армии, и заканчивая финансо-экономической политикой, образованием и тому подобное. И поскольку общество не получает ответов на эти вопросы, а виновные в такой политике лица продолжают торжествовать и просто перемещаются с одних постов на другие, в обществе зреет недовольство и ощущение того, что администрация совсем не наша, что это колониальная администрация, которая действует в интересах каких-то внешних глобальных сил. Но мы все-таки надеемся на лучшее, надеемся, что еще ничего не решено, и что вчерашняя трагедия, возможно, сподвигнет кое-кого на столь необходимые и назревшие решения. А самое главное, надеемся на Бога, что он не оставит Россию. Тем более, что мы видим знаки этого божественного вмешательства, в том числе и лесной пожар в районе Александрополюса, который грозит уничтожить порт в этом греческом городе, который давно стал главной базой НАТО в Средиземном море и воротами, через которые поставляется западное оружие для ВСУ. А также другими подобными проблемами у наших геополитических врагов. Молимся, ждем развития событий. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok